Или запомнишься, очень много всего было. Михаил Анатольевич, уступлю микрофон не журналистам, а радиослушателям. Да, пожалуйста, говорите здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если у вас есть семья, то как для них проходило вот этот вот переезд туда-обратно? Да, у меня есть семья. Для моей жены это было вначале очень трудно, потому что она адвокат и очень успешный адвокат. Она была в Советском Союзе, когда мы уезжали, и для нее, конечно, это была очень большая жертва. Ну, она понимала, что это значит для меня, насколько мне это интересно. И ей было очень трудно без работы в Америке, просто очень тяжело. Вот, потом она постепенно привыкла к этому образу жизни, что-то там, помимо вот этого большого минуса, есть очень много плюсов. И интересно это все. Ну, что касается дочери, это была безумно тяжелая проблема. Ну, кто не знает, может быть, я скажу, что до 90-го года не разрешено было брать с собой детей старше 16 лет. Поэтому мы уехали без дочки, она с бабушками осталась. И так получилось, что два года она была без нас, и это очень тяжелые были годы, кто знает, и голод, и преступность очень большие были в России, в Москве в частности. Ну, вот, как только разрешили брать детей, мы, конечно, ее сразу взяли, как вы понимаете, родительские чувства. Вот. Но тут ситуация была такая, что она сдала на отлично в МГУ на Юрфак, но не знала до последней минуты, что она уезжает, потому что иначе, естественно, она не сдала бы. А плюс у нее еще первая любовь. В общем, для нее это была трагедия уехать в Америку. Но тоже, как и жена, со временем она побыклась и очень тяжело возвращалась в Россию. Она три раза возвращалась и уезжала опять в Америку. И, ну, поскольку она вышла замуж здесь, в России, вот она с тех пор и живет в России. Ну, вот я думаю... Да, а они не очень, скажем так, ну, я не знаю, правильные глаголы или нет, обиделись на дочку за то, что подала документы на Юрфак, а не на Журфак? Нет, ну, какая может быть обида? Дело не в обиде, а дело в том, что она закончила университет, университет в Сан-Франциско, бизнес администрейшн. Но никогда не работала по специальности, она работала со мной всегда в моей программе. Так что тут конфликта не было с именно... Михаил Анатольевич, решите сами, либо останьтесь с нами на пару минут, у нас на очереди краткий выпуск новостей, либо мы вас перенаберем. Перейдите, пожалуйста, в распоряжение нашего звукорежиссера, он решит с вами этот вопрос, после чего мы продолжим программу. Я напоминаю, друзья, Михаил Тратута, наш сегодняшний гость, замечательный, известный российский журналист, 12 лет проработавший в Америке корреспондентом программы «Время». Многие из нас, из вас открывали новый свет именно по его программам, шедшим на советском и российском телевидении «Америка» с Михаилом Тратутой. У нас на очереди краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим. Итак, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. 9.35 показывает часы в нью-йоркской студии «Дэвидзен Радио». Я, Алексей Осипов, продолжаю свою программу. По вторникам и пятницам с 9 до 10 утра мы встречаемся с вами и с обязательным гостем в прямом эфире. Сегодня это российский журналист Михаил Тратута, аналитикой хроникюра американской жизни, 12 лет проработавший в Соединенных Штатах, где был сначала корреспондентом программы «Время», затем автором популярной программы «Америка» с Михаилом Тратутой. В общей сложности им было подготовлено около 1000 репортажей о США. Михаил Анатольевич, спасибо за ожидание. Огромное количество звонков и сообщений в интернете. Несколько вопросов объединяю в один и очень короткий. По Америке-то скучаете? Ну, я очень люблю эту страну. Эта страна для меня, ну, может быть, самые яркие страницы в моей жизни представляют собой. Но все равно моя жизнь в России. И поэтому, как бы, для меня дороги обе эти страны. И, ну, вот, пожалуй, что я могу сказать. Тогда передаю слово радиослушателю. Вопросы из эфира. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Вот, вернувшись в Россию, сохранил ли он американскую грин-карту? То есть, возможность вернуться в любое время сюда? Да. Потому что вот многие... А? Да. Да, коротко. Все, тогда инцидент исчерпан. Я имею в виду вопрос. Ответ на вопрос получен. И сразу же передаю микрофон другому гостю. Алло, алло. Здравствуйте. Я хочу поблагодарить Михаила Тарасуту. Благодаря ему я в 2000 году приехала в Америку. Очень хорошие передачи были с его дочерью Светланой, по-моему, зовут Светлана. Катя, Катя. А, Катя, я извиняюсь, я великую туда. Так, большое вам спасибо. С вашей подачей я в Америке. Вы видите Америку и умерете. У меня была такая цель после ваших передач. Спасибо. Ну, я не ставил, честно говоря, такой цели. Просто рассказывал то, что я видел. Способствовать иммиграции из России у меня точно не было такой цели. Но, значит, так получилось. Ну, что же. И этот вопрос получил ответ. Никто никому ничего не способствовал. Равно как и на очереди у нас еще один звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Михаил, ну, я уже не буду говорить, благодарить, потому что женщина благодарила. Я, например, не пропустила, наверное, ни одного вашего репортажа. Ни одного. Спасибо. Поскольку это был глоток воздуха, буквально. И вы способствовали, но не подспудно, понимаете, этой иммиграции. Потому что любили люди эту страну через вас. Так вот, в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Вот та Америка и сегодняшняя Америка, которую вы, ну, как бы тоже знаете со стороны. Может быть, бываете здесь. Скажите, пожалуйста, какой ваш прогноз? Вот что ждет Америку с вашей точки зрения? Спасибо. Я думаю, что Америка сейчас перестраивается. Она ищет новые пути, потому что кризис, который поразил весь западный мир, он глобален. Это поиск новых путей, новых экономических, новых социальных путей. И сейчас, я думаю, и Запад в целом, и Западная Европа, и Америка находятся в поиске. Я думаю, что все будет в порядке. Американская экономика – это чрезвычайно сильная экономика. И тогда, когда я знаю, что у многих моих друзей, там, в 2008 году, 2009 было жуткое настроение, кошмарное. Но я ни секунды не сомневался, что Америка оправится и придет в себя. Это очень сильная страна, очень сильная экономика. И самое главное, у нее очень сильная энергетика, у этой страны, очень сильная. И, вы знаете, я некоторое время назад брал интервью у руководителя миграционной службы. И я его спросил, говорю, послушайте, страна принимает около миллиона человек в год. Но страна ведь не резиновая. Как можно столько принимать и для чего это все? Он говорит, вы знаете, вот та энергия, которая приходит вместе с эмигрантами, она и дает вот эту силу стране. Это философия Америки. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что с Америкой все будет в порядке. Ну, я думаю, что, конечно, сейчас наступила такая пора похолодания. Но я полагаю, что, в общем, это временно. Потому что и у Америки, и у России есть очень много общих интересов. Причем таких, знаете, принципиальных вещей. Но прежде всего борьба с терроризмом. Вот смотрите, из-за плохих, ну, недостаточно хороших, что ли, контактов между нашими спецслужбами, произошла трагедия в Бостоне, которую, скорее всего, можно было предотвратить, если бы вот между нашими странами были другие отношения. У нас есть проблема нераспространения оружия. Я думаю, потому что, не дай бог, вот некоторые страны получат это оружие. И некоторые группы. Вы сами понимаете, что может быть. Это все очень серьезные вопросы, по которым нам необходимо сотрудничать. И я думаю, что, ну, может быть, при нынешней администрации, или в России, или в Америке, может быть, не будет принципиальных сдвигов. Но эти отношения наладятся. Просто другого нет пути. Мы две большие державы. Несмотря на то, что у России там дела, может быть, сейчас экономические, и во всех остальных вопросах не так хороши, как в Соединенных Штатах, но все равно Россия – это очень большая, очень серьезная и очень серьезный геополитический игрок, которого невозможно списать со счетов. И поэтому я не сомневаюсь ни одной секунды, что отношения будут выправляться, может быть, не сразу, через какое-то время, но будут. Спасибо. Спасибо.